МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области назначен Вячеслав Федорищев. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Глава Самары Елена Лапушкина провела прием граждан. С какими вопросами пришли жители? Марафон зеленых дел. Местное отделение движения первых организовало экологическую акцию в парке Гагарина. Не просто служба, а призвание. 31 мая отмечают профессиональный праздник инспектора по делам несовершеннолетних. Уникальное открытие для мировой палеонтологии. В Самаре рассказали подробности о находке скелете ихтиозавра, которому насчитывается более 100 миллионов лет. Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области назначен Вячеслав Федорищев. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Новый в Рио родился в Ростовской области. С 2015 года возглавлял Департамент стратегического развития Министерства экономики России. В марте 2016 года занял должность заместителя губернатора Тульской области. С октября 2022 года был председателем правительства Тульской области. Напомним, в эту пятницу Дмитрий Азаров сообщил, что покидает пост главы региона. Выборы нового губернатора состоятся 8 сентября, в единый день голосования. Глава Самары Елена Лапушкина провела личный прием граждан. Обращения жителей касались имущественных отношений, предложений по изменению питания в детских дошкольных учреждениях и благоустройства городских территорий. Так, одна из заявителей, проживающая в Красноглинском районе, обратила внимание на то, что в городе встречаются использованные автомобильные шины, которые не утилизируются правильно. Администрации внутригородских районов на постоянной основе осуществляют мониторинг закрепленных территорий. При выявлении фактов нарушения информация передается ответственным организациям. Применяются меры административного реагирования. К примеру, на территории Красноглинского района определены места для временного хранения шин, которые потом передаются специализированной организации. В период месячника по благоустройству было собрано и передано более двух тысяч шин. Отметим, что в соответствии с законодательством юридические и физические лица обязаны обеспечить их передачу на утилизацию специализированным организациям. Самарская область подключилась к марафону «Зеленых дел». В рамках Всероссийской акции участники провели субботник и облагородили территорию парка имени Юрия Гагарина. Наша съемочная группа побывала на месте событий. Марафон «Зеленых дел» в Самаре проводится первый год. В акции приняли участие активисты движения «Первых», студенческие отряды и участники семейного сообщества «Родные и любимые». Одна из участниц, Екатерина Рябова, пришла на уборку парка Гагарина вместе с детьми. Мы летом очень любим проводить время в парке Гагарина. И поэтому, когда я сказала, что мы поедем сюда, то есть у моих детей не было сомнений, что да-да-да, мы поедем. И тем более вот это место выбрано. Мы очень любим действительно сюда приходить. И поэтому облагородить его, сделать его прекрасным, чистым, и чтобы было и другим детям сюда приятно приходить, ну, это очень значимо. Акция «Марафон «Зеленых дел» проходит в рамках Всероссийских дней единых действий и в поддержку национального проекта «Экология». В числе активности марафона – уборка берегов крупных водоемов, высадка деревьев, сборы, сортировка отходов, а также проведение эко-уроков. Сейчас каникулы, ребята свободно проводят свое время, и хоть надо занять молодое наше поколение. Она воспитывает их, она воспитывает в них и патриотические, и трудовые какие-то моменты, которые достаточно важны для нас сейчас. Основная цель акции – популяризация эко-волонтерских активностей, формирование эко-привычек и вовлечение широкой общественности в мероприятия экологической повестки. Для меня эта акция полезна, то, что тут можно завести новых знакомств, можно помочь городу, узнать, может быть, что-то новое у других, или поделиться опытом. В рамках «Зеленого марафона» «Движение первых» дали старт новому экологическому проекту – водорослям крышка вверх по Волге. Школа номер 25, которая не так давно собрала, например, крышечки, для того, чтобы обменять на вырученные средства, купить мальков, которые будут выпущены в реку, для того, чтобы облагородить, например, водоросли. Присоединиться к всероссийской акции «Марафон зеленых дел» может любой желающий до 5 июня. Августина Охременко, Николай Сидоров, События. С завтрашнего дня для автомобилистов начинают действовать несколько новых правил. Водители будут штрафовать за использование зимних шин. Соответствующий запрет продлится до осени. Размер штрафа – 500 рублей. Автомобилистов при этом будут отпускать с предупреждением. Также вступают в силу новые правила относительно процедуры получения прав и требования к открытию отдельных категорий. В частности, иностранное удостоверение для зарубежных граждан в России будет действовать только в течение года. Водителям придется получить российские права. За нарушение грозит штраф – 15 тысяч рублей. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают инспекторы по делам несовершеннолетних. 31 мая 1935 года в Советском Союзе было принято постановление Совета народных комиссаров об учреждении при отделах милиции секции по борьбе с беспризорностью и преступностью несовершеннолетних. Как сегодня организована служба инспектора, узнали наши корреспонденты. В свой профессиональный праздник инспектор по делам несовершеннолетних Альфия Абудалипова на рабочем месте. Рассказывает, что с детства мечтала служить в правоохранительных органах. Ее желание поддержали родители. Поэтому окончила юридический институт и в 2014 году пришла в полицию. Вот уже 10 лет занимается любимым делом – помогает детям. Работа сложная, нелегкая, но благодаря нашему профессионализму, поддержке коллег, поддержке руководства мы справляемся с нашими сложными задачами. В числе задач – работа с семьями, профилактика правонарушений, защита прав и интересов ребенка. У нас стояла девочка на профилактическом учете подростка. Она училась в пятом классе. У нее была очень слабая, низкая мотивация, учебная деятельность. Мама с ее воспитанием, обучением не справлялась. И по согласованию с мамой, чтобы как-то направить ее на путь исправления, она приходила к нам в отдел полиции, и мы с ней делали уроки. Мы с ней читали параграфы, учили, объясняли все. И после этого она приносила нам положительные оценки, и учеба у нее значительно потянулась. На территории, которая входит в зону ответственности Альфии Абуталиповой, находится комплексный центр социального обслуживания «Ровесник». Каждый месяц майор полиции приходит в учреждение и проводит с несовершеннолетними профилактические беседы. У нас дети здесь, кто попал в трудную жизненную ситуацию, и Альфия Фергатовна знает всех детей наших на перечет. Здесь независимо от того, попадали они в поле зрения правоохранительных органов или нет, мы всех профилактируем, и она им большой друг. Мы ее не рассматриваем как человека, который приходит и ругает. Мы ее рассматриваем как человека, который приходит и объясняет, как нужно себя вести, в том числе, как не допустить эффективного поведения и как нужно следовать законодательству. Работа инспекторов по делам несовершеннолетних – это не просто служба, это призвание. Они должны иметь определенный склад характера, быть чуткими и доброжелательными по отношению к своим подопечным и уметь найти нужные слова. От их усилий во многом зависит судьба детей и подростков. Я тоже когда-то хотела скорее бы вырасти, но знаешь, вот наступили эти взрослые времена, подразделения по делам несовершеннолетних созданы во всех отделах МВД России, где они занимают важную роль в деле профилактики беспризорности, безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних. Хоть и 10 лет я уже на службе, но все равно в моих глазах есть огонек, у меня ни разу не посещали мысли о том, чтобы уволиться. Бывает сложно, бывает трудно, но нет непреодолимых препятствий, которые мы бы не проходили. Для этого мы офицеры, мы пришли служить на службу и выполнять все задания и достойно служить. Инспекторы по делам несовершеннолетних осуществляют контроль за поведением трудных подростков, ведут профилактические мероприятия в учебных заведениях, участвуют в рейдах и акциях. Помимо профилактики детских правонарушений, занимаются раскрытием преступлений, совершенных подростками, участвуют в розыске детей, самовольно ушедших из дома, оказывают помощь детям, нуждающимся в защите государства. Августина Охременко, Григорий Плешаков, События. В Самарском музее Алабина рассказали подробности находки скелета древнего ихтиозавра, возраст которого от 100 до 200 миллионов лет. Как оказалось, механизатор одного из фермерских хозяйств Большечерниговского района Амир Зарифов во время вспашки поля обнаружил останки неизвестного существа. Он обратился к археологам, и они отправились вместе на раскопки. Оказалось, что находка действительно уникальна. Подробности расскажем далее. В Самарской области обнаружили останки древнего ихтиозавра. Его размер около 3 метров, а возраст от 100 до 200 миллионов лет. Открытие могло и не случиться. Скелет нашел совершенно случайно житель Большечерниговского района Амир Зарифов во время сельскохозяйственных работ. Приезжая по этому полю, он остановился и заметил какие-то необычные позвонки. То есть люди в деревне, в общем-то, знают, как выглядит позвоночник животного, но это было что-то не похожее совершенно на позвоночник современного существа. Человек заинтересовался, сфотографировал, разослал всем знакомым. Думали, что откопаем вот этот маленький хвостик 30-сантиметровый. Начали дальше исследовать, и оказалось, что это довольно большое существо, доисторический монстр. О находке жители сообщили археологам и палеонтологам. В раскопках приняли участие сотрудники Самарского музея имени Алабина. Скелет ихтиозавра удалось расчистить от позвонков хвоста до кончика носа. Большая часть скелета сохранилась, но ведь что значит сохранилась? Рёберки, которые, тонкие ребра, которые не заместились в твёрдую породу, они, естественно, расслабятся, рассыпаются, и при снятии их они будут деформированы, и цельность их будет утрачена. Поэтому, естественно, мы сначала сделали тщательную фотофиксацию всего процесса расчистки, ну и, собственно, сам расчищенный уже комплекс. Учёным удалось выяснить, чем питалась древняя пресмыкающаяся, так как в районе живота обнаружены фрагменты рыбьей чешуи и раковин моллюсков. На характер питания указывают и зубы. Они не заострённые, а сглаженные. Значит, рацион ограничивался рыбой и обитателями морского дна. Дальнейшую судьбу находки определяют специалисты Московского палеонтологического института. После изучения скелет может занять своё место в музее Алабина. Наука могла бы лишиться очень важной информации, если бы не было какого-то из звеньев этой находки. С одной стороны, неравнодушные граждане, которые, увидев какие-то непонятные кости, не стали забирать себе, не выкинули их просто, а обратились в музей. И с другой стороны, к музею на помощь пришли профессионалы Самарского палеонтологического общества. В тандеме сработали на то, что теперь в Самарской области есть целый ихтиозавр. Это уже второй ихтиозавр, найденный в Самарском регионе. Первого обнаружили в конце 90-х годов в Сызранском районе. Он так и называется – ихтиозавр кашперский. Это важная находка для палеонтологии, считают эксперты. В мире известно всего несколько десятков хорошо сохранившихся скелетов ихтиозавров. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, события. Прикоснуться к прекрасному и отвлечься от суеты. Для жителей посёлка Зубчининовка прошёл концерт в ортопьянной музыке. Праздничная программа ожидает зрителей и в выходные. Подробнее расскажет Полина Чулюкова. Подруги Анастасия Литвинова и Евгения Крюкова вместе ходят в музыкальную школу. Свои умения они продемонстрировали на концерте в рамках проекта «Культурные встречи на Невском». Исполнили венгерский танец номер 5 «Брамса» в четыре руки на концерте для жителей посёлка Зубчининовка. Начали играть случайно, а потом уже подружились. Проект «Культурные встречи на Невском» организовали в посёлке впервые. Это цикл мероприятий, которые проходят всю неделю. Жители Зубчининовки уже увидели концерты народной и вокально-хоровой музыки. А в честь 114-летия со дня основания посёлка сыграли пианисты. Хотелось бы наполнить внутренние жители культурой, чтобы они понимали, что они живут в культурном посёлке и соблюдать традиции, которые были ранее. Жители показывают, что могут их дети, что они посещают такие же музыкальные школы, как и дети в центре города, что они тоже талантливые, что их внутренний мир очень богатый. Это культурные вечера, на которые приходят жители нашей родной Зубчининовки и с нами вместе, с учащимися детской музыкальной школой, с педагогами, культурно проводят свой досуг. К музыкантам Зубчининовки присоединились также учащиеся детской центральной музыкальной школы. Я считаю, что это важное мероприятие для воспитания нашего подрастающего поколения. Хочется детей к культуре приобщать. В рамках проекта «Культурные встречи на Невском» 1 июня, в День защиты детей, в посёлке Зубчининовка также запланирована культурная программа с хоровым пением и музицированием. Полина Чулюкова, Валерий Майоров, События. В Самарском дворце ветеранов прошёл праздник ко Дню защиты детей. На концерт пригласили 50 ребят и их родителей. Какую программу подготовили, расскажет Елизавета Прокопенкова. Внимание и забота нужны любому ребёнку. В Самарском дворце ветеранов устроили праздник ко Дню защиты детей. Мероприятие подготовила Самарская организация общества инвалидов. Пригласили не только ребят с особенностями здоровья, но и детей из многодетных семей и семей участников СВО. На концерт пришли более 50 человек. Все дети – это дети. И не надо говорить о том, что они там с заболеваниями, что у них есть какие-то проблемы. Они все хотят улыбаться, хотят получать подарки, хотят получать именно общение. Поэтому мы не говорим о том, какие дети сидят в зале. Мы говорим о том, что они просто дети. На входе организовали танцевальные флэш-мобы и весёлые старты. Поддержку оказала городская общественная палата. У ребёнка должно быть счастливое детство. Это обязательно. В ответе за это, конечно, в первую очередь родители, но и все мы, которые окружаем этих детей. Ребёнок должен находиться под защитой каждый день, каждый час. Под защитой своих родителей, под защитой своих педагогов, родных, близких. И нам хочется пожелать, чтобы, конечно, они занимались физической культурой и спортом. Именно в этой двигательной активности они себя будут чувствовать счастливыми. На сцене Дворца ветеранов для гостей организовали концерт. С песнями выступил детский музыкальный театр «Задумка». В конце мероприятия каждому ребёнку вручили сладкий подарок. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. Во всём мире каждый год 31 мая отмечается День блондинок. Этот праздник призван отметить красоту и уникальность светловолосых девушек, а также подчеркнуть их важность в обществе. Почему блондинки до сих пор сталкиваются со стереотипами и как поддержать свой натуральный или окрашенный цвет волос, расскажем в нашем сюжете. Всемирный день блондинок возник в 2001 году как ответ на дискриминацию и стереотипы в обществе о низком интеллекте и легкомысленности светловолосых женщин. Чтобы развеять мифы, блондинки организовали свой праздник 31 мая. Мы спросили у самарцев, как они относятся к стереотипам о белокурых девушках. Ну, возможно, люди связывают белый цвет с какой-то легкомысленностью, ну или просто лёгкостью, потому что белый цвет лёгкий, светлый. Возможно, поэтому. Это считают тот, который сам глупый. Ну, это я так думаю. Я думаю, что блондинка ничем не отличается, в принципе, своим IQ от брюнетки. Поэтому это просто стереотипы какие-то выработаны непонятно кем. В целом, я говорю, блондинки очень умные, хорошие, самые лучшие. Я не знаю, мне кажется... Почему? Может, потому что они сами глупые? Может быть, они сами действительно глупые. Может, проще найти кого-нибудь, какого-нибудь козла отпущения и все беды сбрасывать на них. Вот. Блондинки глупые, а не я. Ты думаешь, нет? Иногда бывает. Это совпадение чисто. Ты глупые так считаете? Мы так не считаем, да, их? Они тоже блондинки. Это какое-то старое глупое клише. Когда была сделана краска для волос, это все было сделано в Америке. Я читала об этом для интереса. И поэтому это было сделано, мне кажется, как антипод такой. Как-то там есть блондинка, потому что они блондинки. Но это были крашеные блондинки. День блондинок отмечают девушки как с натуральным, так и с окрашенным цветом волос. Около 80% женщин, имеющих свой натуральный темный цвет, отдают предпочтение светлым тонам. Например, Елизавета Гарина тоже поменяла свой цвет и перешла на светлую сторону. Мне нравится, когда светлые волосы около лица. Это придает такой какой-то свежести, особенно когда загорелая кожа. В сочетании с блондом это вообще очень классно. Плюс еще придает молодости и такого свежего вида, яркость. Первый краситель для создания блонда был создан в 1907 году. В его состав входили медь, железо, сульфат натрия и масла. С тех пор состав красителей постоянно совершенствуется. Каждый год палитра тонов увеличивается. Сейчас очень актуальный эффект седых волос. Холодные оттенки, пепел. Если, допустим, раньше боялись и хотели больше, модно было больше натуральности, сейчас, в 1924 году, хочется больше эффектности, яркости. То есть если это беш, он должен быть красивый, теплый, но при этом с нотками какого-то там, слоновой кости. Если это холодный, то он может быть даже серый холодный. То есть в этом году, то есть тренд этого года, как раз они боятся, грубо говоря, рисковать и делать то, что хочешь. Для поддержания цвета волос после окрашивания рекомендуется правильно подобранный уход. С подготовленными волосами намного легче ухаживать, намного легче носить этот блонд, чтобы он был красивым, здоровым и, естественно, блестящим. Обязательно после окрашивания первые три недели блондинка должна мыть голову шампунями, масками для окрашенных волос. Потому что пигменты, процесс еще идет в волосах, то есть сам процесс заканчивается уже примерно через три недели. Также после осветления волос в первые месяцы необходимо отказаться от любого температурного воздействия – фена и утюжка. Августина Охременко, Григорий Плешаков, События. В Самаре состоялся первый четвертьфинал Центральной Лиги КВН. Шесть команд боролись за победу в двух конкурсах «Приветствие» и «Музыкальное домашнее задание». Кто прошел в полуфинал, расскажет Елизавета Прокопенкова. Виктория, чтобы получить кредит, нужна нормальная кредитная история. История. Значит, а ну и как-то в расплавленной лаве. Сезон игр клуба «Веселых и находчивых» в самом разгаре. В областной столице состоялась первая игра четвертьфинала Центральной Лиги КВН «Самара». На сцену вышли шесть команд из разных городов – «Самара», «Рязани», «Стерли-Тамака», «Пирми» и «Шахт». Надеюсь, зритель будет поддерживать не только самарскую команду, но и участников из других городов. Потому что у нас гостеприимный город, у нас самое сердце России. Поэтому здесь замечательно, КВН нас любит, зритель добрый, погода хорошая. Я думаю, что сегодня будет жарко не только на улице, но и на сцене. «Самару» представила команда «Ничего такие». Участницы рассказали, что выступать от лица всего города волнительно и почетно. Соперники вообще очень достойные. Я не могу сказать, что есть какие-то слабые команды. Все команды уникальны, кто-то чем-то выделяется. И очень трудно даже предугадать исход игры. Да, это очень круто, что вообще команды, они все разные, друг на друга вообще не похожи на кто. Вот, это классно. Команды боролись в двух конкурсах «Приветствие» и «Музыкальное домашнее задание». По итогам игры в полуфинал прошла команда «Дон Силикон» из «Шахт». В ожидании «Метод Сальве» из «Терли Тамака», «Ничего такие» из «Самары», «Великом быть» из «Санкт-Петербурга» и «АПП» из «Рязани». Вторая игра четверть финала состоится 7 июня. Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов, «События». Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. В Самаре будет временно ограничено движение транспорта на пересечении улиц Вилоновской и Буянова. Ограничительная мера будет действовать в период с 20 июня до 20 июля. Изменения в распоряжении об ограничении движения внесли из-за того, что скорректировали сроки работ. Автобусы маршрута номер 50 проследуют в соответствии с измененной схемой. Подробнее можно ознакомиться в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». 4 июня в региональном центре «Мой бизнес» состоится проектная сессия с участием представителей креативных индустрий и органов власти «Креативный бизнес». Грантовая поддержка проектов. Ключевой темой станет развитие креативного сектора с использованием мер господдержки. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке, которую опубликовал телеграм-канал Департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары. В рамках года семьи стартуют инициативы «Большие семейные выходные», которая объединит более двух тысяч мероприятий по всей России. Это уникальная возможность для семей провести время весело и интересно, укрепить свои связи и традиции. В каждом городе или районе будет задействовано одновременно не менее пяти площадок в день в рамках мероприятия. Стадионы, парки, скверы, городские музеи, библиотеки. Следить за расписанием «Больших семейных выходных» можно на сайте «Года семьи», информирует телеграм-канал Самарского района. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС», в нашем телеграм-канале, на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. До свидания, всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!